Как обычно говорят, в какой момент мы почувствовали, что надо пойти в асинхронный режим? Ну, прежде всего, если вы чувствуете, что ваша аудитория нуждается в гибкости, ну, может быть, более замуштрованная или более заорганизованная студенческая аудитория, которая молчит и приходит 8 часов, если их позвали 8 часов, это не так сильно действует, хотя вот уже во время эпидемии выяснилось, что гибкость очень нужна. Если нужна гибкость, если вы планируете покорить весь мир и вы ожидаете сотен или тысяч студентов на вашем курсе, поскольку он так хорош, ведь вы же ведете самый нужный в мире предмет, без сомнения. И если вы планируете, конечно же, довести вашу автоматизацию, вашего обучения до такого состояния, что это превращается в MOOCs, вот тот самый автоматический, который, как, например, наш маленький курс на платформе Цифей, учит всех 24 часа в сутки. Это вершина автоматизации. Вот, это без сомнения правильное направление. Если вам комфортно с тем количеством студентов, которые у вас есть, если вы знаете, что они все равно обязаны будут прийти к вам на занятия, ну, может быть, можно и не мучиться с этими экзотическими формами, не выходить из зоны комфорта и проводить занятия экономично, так, как вы это до сих пор делали. Интересный совет тоже где-то я каким-то образом из интернета преломил, что если у вас все занятия, которые происходят синхронны, подумайте, чтобы внести асинхронные элементы. И немножко в дискуссии мы об этом поговорим. Но если ваш курс полностью асинхронный, то подумайте, чтобы внести в нем синхронные элементы, потому что иначе, как сказать, выгорают студенты. Они не могут пройти от начала до конца весь курс без того, чтобы они должны видеть, что за этим курсом стоит неравнодушный человек, который хочет, чтобы они чему-то научились. Так что такой хороший blended learning в чистом виде смешанное обучение, когда элементы и те, и те в наиболее подходящее время используются в одном и том же курсе. В середине обучения, в самом центре обучения уже стоит не преподаватель с его великим опытом и знаниями, а содержание предмета, которое в асинхронном обучении, не только в асинхронном обучении, но содержится, записывается на какие-то текстовые материалы. Ну, там, может быть, какие-то графические, текстовые, смесь презентации с комментариями и видео или аудио. Существуют какие-то инструменты оценки того, как студент с этими материалами ознакомился, как он или она поняла их или готова использовать. И существуют какие-то средства коммуникации, которые вы выбираете, чтобы, собственно, это взаимодействие произошло. Поскольку все, получается, пляшет между взаимодействием, я даже нарисовал вот такую картину после тоже чтения литературы, преломил это следующим образом. Итак, слева мы видим содержание, которое мы приготовили. И, как выясняется, если мы говорим студенту, вот иди и прочитай книгу, в которой 200 страниц, это плохо работает. Студент сдувается, он перестает читать эту книгу в какой-то момент. То есть надо как-то придумать, как организовать, как создать сценарий общения обучаемого с материалом. Вести за руку, ставить какие-то реперные столбики, указатели, иди туда, туда не иди и так далее. Это абсолютно необходимо. Также необходимо установить сценарий общения с вами, который называется вот этот social interaction, то есть социальное общение, так как общение с контентом, общение с содержанием и социальное общение. По какому схеме, по какому сценарию, по какому расписанию вы будете общаться со студентом. Будете ли вы отвечать на вопросы немедленно, будете ли вы делать это в чате, будете ли это делать в Moodle и так далее. И если так получилось, обычно так и бывает, что обучается группа студентов, то очень здорово, очень необходимо для создания вот этого социальной атмосферы, для вовлеченности, для создания сотрудничества, в том числе и для привития этих мягких навыков общения в группе, договориться о том, как будет происходить общение в группе, социальное общение. Вот, например, в нашем MOOC, этим грешат очень многие MOOC, к сожалению, не установлено общение со студентами, потому что мы точно не знаем, кто сейчас обучается, кто не обучается, у нас это не отработано. А в огромном курсе по сложным системам, которые я брал и которые использую очень много в своем обучении из Института сложности Санта-Фе американского, там, поскольку обучается 2-3 тысячи студентов одновременно, то там есть дискуссионный форум, в который практически без участия преподавателя эти студенты что-то обсуждают, делятся и учат друг друга. Великолепно. Когда ты знаешь, что у тебя тысяча студентов топчутся на твоем курсе, тогда очень легко организовать у них общение. Итак, в асинхронном обучении вся работа сводится, во-первых, к созданию этого контента, созданию видиков и созданию каких-то текстовых материалов, которые надо пройти, и созданию сценария. Наверное, как и в театре или в кино, создание сценария здесь выходит чуть ли не на первый план. Какие возможные сценарии общения с материалами и какие возможные способы установления общения друг с другом, с учителем или с другими обучающимися. Я написал здесь какие-то вопросы только для того, чтобы заполнить слайд. Вы, без сомнения, сами прекрасно знаете, и никто лучше вас не знает, какими вопросами можно потыкать немножко в студенту, чтобы он или она прочитал что-то, или в них что-то, или осмыслил что-то. Ну, примеры, которые здесь слева находятся, это там, перескажи своими словами, ответь на очень какие-то важные вопросы, реши проблему, задачу, которая относится к курсу, используй, подбери необходимые ресурсы и так далее, и так далее. Это все то, что поможет, так сказать, ну, во-первых, натолкнуть студента на какие-то мысли, ну, и проверить то, как он или она их изучил. И примеры организации общения социально, ну, собственно, общения друг с другом – это различные дискуссионные форумы, очень важный инструмент, различная форма выдачи обратной связи на то, что студент сделал в вопросе-ответе, конечно, и решение каких-то практических задач. Продолжение следует...